Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте коротко подведем итог к происшедшему нашей недельной главе, празднику Шавуот. Итак, как народ, мы встретили свою судьбу на Синае. Это абсолютно ясное и понятное откровение. Но, казалось бы, мы отпраздновали праздник великолепный, но все только начинается. Только это первый шаг. Мы теперь проверяется дальше самое главное. Останемся ли мы верны тому откровению или тому взлету, которые бывают духовные, какие-то праздники. Или дальше пойдем, извините меня, не туда. И первая заповедь, которая дана была еврейскому народу во время Синаевского откровения, это заповедь чего? Эмунын. Я Бог. То есть верить в Бога. Это истина как бы абсолютная. И вот мы обещали, что мы навеки будем верны. Насколько мы свою клятву сдержали, будем разговаривать дальше. И вот эта истина, это знание, оно все устанавливается рамбамом. Он сказал, что наши глаза и сердца всегда должны быть там, на Синае. То есть вот тут он проснулся и думаешь, я на Синае. Опыт и знание это только начало. А вот эмуна, вера, это работа всей жизни. И для того, чтобы пройти этот непростой путь, надо понять, кто хозяин в этом мире. Человек считает, я хозяин мира. Надо в первую очередь определиться, есть у мира хозяин или нет. Ты хозяин или он хозяин. И в этом вот абсолютная разница. Например, человек говорит, я посеял. Это же я посеял. А что он сделал? Он взял зернышко готовое, ничего не прибавил к нему, вложил лунку в земле. А все остальные действия, прорастание, ускорение роста, там оно все без тебя. И все в земле, оно расслагается, там что-то происходит. Все без тебя. Если положить зерно в другой мешочек, например, просто в мешок, ничем не меняется, ничем. А что происходит? Происходит, что там не растет, а там растет. Возьмем одним словом, чтобы все это понять, очень большой объем. То есть в результате вот этого размышления, мы должны начать работать. Работать над собой. А на работе над собой начинается вот со твоего дома. То есть человеку надо задать себе вопрос. Удобно ли Богу в моем доме? То есть любить Бога, абстрактно там сказать, люби Бога. Или я люблю Бога. А вот удобно ли Богу в твоем доме? Правильно ли твой дом? А если нет, подумай, что бы ты убрал из дома, чтобы Бог к тебе зашел. А вот заповедь любить Бога, вот как бы, она не совсем вообще понятна. Если человек любит Бога, то, наверное, нет нужды ему приказывать. А если нет любви, то как можно заставить и изменить чувства? Казалось бы, да? Но есть такой мудрецы у нас есть. Есть великий волшебтор. И он сказал следующие слова. Сейчас я вспомню правильно точно. На заповедь о размышлении, размышляю о единстве Бога, которая сформулирована в такой записи. Шма Израиль Адонай, Ларейну Адонай и Хать. То есть слушай Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Если мы будем все время написал великий волшебтор. Если ты будешь регулярно размышлять об этой фразе достаточно глубоко, в результате ты получишь любовь к Всевышнему. Казалось бы, ничего, начните, попробуйте. Что еще необходимо для получения была Тора, над чем вы должны работать? Написано это единство. Единство, то, чего нам сейчас не хватает, то, что Тора была в единственном члене дана единому народу. То есть когда люди объединяются, когда они прекращают грызть друг друга, когда они прекращают войны и всякие. В этот момент появляется Бог. Все, мы живем на чьи знания. И, к сожалению, привыкли к тому, что среди народа есть споры, разногласия, нет единства и так далее. Кажется, ситуация неисправимая. Но Аризаль, великий Аризаль, учит нас, что надо читать молитву Шмона Иоцаря. Да, написано в самых древних коммунистических книгах. Читайте молитву Шмона Иоцаря не от себя, а от имени всего народа. Это поможет и жить, и жить сердец скверн, и повлиять на окружающих, и изменит мир. Все. Казалось бы, человек думает, что я прочитаю, что-то изменится. Да. Тот, кто устроил мир, говорит да. И вот теперь о мире. И самое главное, сегодня мы видим, там война, там война. Везде кошмар, никто остановиться не может. И вот написано, что главное, мы разбирали благословение Коэнов. Главные слова Коэнов, это обратить ли Бог лицо к тебе и даст тебе мир. Мир, это главная радость жизни. Речь идет о трех видах мира. Мир в семье, мир в государстве, мир во всем мире. В Талмуде, в трактате Брахот сказано, что мир будет тому, кто увидит во сне котел, реку и птицу. Если ты увидишь котел, реку и птицу, все, считаешь, что тебе дан знак, что будет мир. А почему? Кто подумает? Река это символ мира. Мир в государстве, поскольку оно дает воду и плодородие для жителей, и все зависит. Однако река одна не может обеспечить мир. Символом мира во всем мире стала птица, для которой нет границ, она летает, где хочет и так далее. А котел это, когда люди едят с одного котла, это и есть мир. И вот этот мир при входе, мир при выходе, мир в государстве, мир со всеми, это то, что нам обещает Тора, если мы будем идти ее путями. А нам это очень нужно. Давайте изменим путь и изменится мир. Брахава, Ацлаха, Шаббат, Шалом.